Не забудь подписаться на канал, все равно же смотришь, а то потом забудешь. И ссылка на группу Харлей в Риваде в описании к ролику мотоцикла Харлей Дэвисонс аукционов Америки с ПТС под заказ. Спасибо. Харлей в Риваде, Бетт в Блохом Канале. И мы сегодня с вами поговорим о мотоцикле Виктори Вижн. И, ну блин, нельзя же без рассказа о компании Викторе начать разговор о Виктори Вижн, потому что у меня канал все-таки больше про Харлея. Что делать-то? Так что давайте все-таки поговорим о Викторе. Я выскажу свое, как это модно сейчас говорить, мнение, что или какой-то взгляд на это дело. А вы уж как-то там судите сами. Постараюсь привести некоторые факты и свое видение, собственно, этого мотоцикла, на котором я показал. Ну, вначале про Виктори. Само название Виктори означает, наверное, что это какая-то победа. Единственное, что победа закрылась. Вот, поэтому как-то, блин, звучит не акте у вас изначально. Вот, но, как мы, наверное, с вами можем догадаться, победа, наверное, все-таки должна была быть над Харлей Дэвидсом. И, как бы, она не получилась. Ну, тут вы можете позлорадствовать. Канал-то по Харлее, вот и вот и по Харлее. Тут хватит. Ну, какие, да, позлорадствовать. Вот. Что касается компании Виктори. Это подразделение компании Polaris. Если вы знаете компанию Polaris, некоторые возмущающие неправильное название выговаривают. Ну, я просто прикалываюсь, такая, как говоришь. Ну, если вы, Ларис, она делает всякие сковородки, бытовую технику, это очень хорошо. То есть квадроциклы, ну, вот всякие вот такие вот. И есть подразделение, которые делают мотоциклы. Вот, в отличие от Харли Дэвидсон, который делает мотоциклы. Вот, тут обычно все говорит, а вот, Харлее, еще, блин, какие кетки делает, трусы. Харли Дэвидсон не выпускает одежду. Кто-то выпускает одежду и лепит туда этот самый бренд Харли Дэвидсон по заказу Харли Дэвидсон. А Харли Дэвидсон выпускает мотоциклы. А компания Polaris, как, наверное, можно сравнить ее, наверное, с компанией Kawasaki. Kawasaki выпускает очищенные сооружения, по-моему, какие-то вагоны и вообще все подряд, как бы. И, ладно, ну, что-то там, вот столько вот мотоциклов, станки-то есть, что, кажется, на чем на нем крепать. Вот, ну, и, в принципе, компания Polaris, видимо, как-то примерно, ну, может, не такого масштаба, но... Вот. Что еще? Ну, это компания Polaris больше. Компания, то есть, тьфу, блин, мотоциклы Виктори, по сути, перестали существовать, ну, по, вот, сказать, официальным заявлениям, которые мне удалось найти, по причине развития бренда Индин. А в Индин будет отдельный ролик на канале, я снимал его еще, по-моему, летом, все, никак не дойду, обещаю, дойду. Снял, я покатался на Индине, все, как бы, все окей будет. Хер знает. Вот. И есть Индин Скаут. Если вы посмотрите на эти два мотоцикла, то вы найдете очень много схожего. По сути, Виктори Скаут... Вот, блин, истори. Индин Скаут. Это, собственно, есть Виктори. Я бы подытожил это так, что, ну, бизнес есть бизнес. В Америке это понимают, на мой взгляд, ну, объективно. То есть, если я, допустим, общаюсь с американцами, или смотрю то, что говорят американцы, они относятся к бизнесу, ну, как к бизнесу. У нас же считается, что компания должна помогать, например, там, и заботиться, то есть, там, любить прям своих покупателей, бесплатно им что-то раздавать. Они понимают, что все стоит денег, потому что, ну, как бы, им же тоже платят. Вот. И когда мы все друг другу платим, то вот так вот это и есть какое-то там общее единение. Вот. А мы считаем, что мы никому не должны платить, все должны платить нам, и виноват во всем Путин. Я считаю, что, ну, это достаточно странновато выглядит. Когда мы поймем, что, ну, как бы, взаимоденьгообмен и приводит к тому, что и нам тоже что-то платят, будет круче. Так вот. Бизнес есть бизнес. Да, то есть, и они купили марку Индиан, вот, и налепили ее частично, вот, можно сказать, на Викторе, и он стал Индианом. То есть, когда он не был Индианом, он, видимо, был менее популярный, теперь стал более популярный. Вот. Ну, это отдельная история про Индиан. То есть, единственное, что набегает, забегая вперед, могу сказать, что многие думают, что это тот самый Индиан, который был в 20-х годах, там, бла-бла-бла, то есть, он там обокрутился в 50-х годах, и это просто, по сути, название, которое можно пролепить на любой мотоцикл, и никакой истории, конечно, у мотоциклов Индиан сейчас нет, это просто такой отличный маркетинговый рекламный ход компании Pararis, и таким образом он увеличил сбыт. Но, что же с Виктори? Если посмотреть, сообщества Виктори в Америке, их достаточно много, у этой марки было достаточно много поклонников, как, собственно, и у современной Индиана тоже, то есть, отдельная категория людей, у компании Pararis и компании Индиан, собственно, то есть, в смысле, у Брэда, блин, теперь Индиан, одна эта схожая фигня, значит, как была с Виктори, такая же и у Индиана, нету сообщества, так называемого, то есть, у Харли Дэйдсона единственный мотоцикл, у которого есть некий стиль жизни, который сформировался достаточно долго, он сформировался на счет фильмов, там, на счет клубов, фигургов, вся вот эта вот хрень, а у Индиана и у Виктори этого дела, как бы, нет, вот, и поэтому это такая, то есть, и нет такого количества автомаркета, то есть, вся, как бы, вот эта американская история, ну, в моем скромном понимании, она, как бы, Американ Харли Дэйдсона, она дезертится на вот этом автомаркете, то есть, которого количество, ну, то есть, сторонних продавителей запчастей, у которого бесчисленное количество, и, собственно, количество дилеров в Америке, то есть, их там порядка 600, а в мире всего, там, по-моему, 1400 дилеров, то есть, их, то есть, такое количество, они, в Америке, чуть-чуть не указано в городе, а у, соответственно, Виктора, все этого дела не было, то есть, и, как бы, у Индиана тоже нет, вот, чем он отличается от Харли Дэйдсона. Но, тем не менее, то есть, продажи всего этого дела у них шли, то есть, все это дело продавалось, имело там определенный рынок, и это такой мотоцикл, на мой взгляд, нравится людям, ну, которым нравится какой-то такой не стандартный внешний вид. Вот, они, вот, как бы, покупают вот такие вот мотоциклы. Компания Polaris в свое время достаточно много рекламировала свой, так называемый, ну, новый, технологически улучшенный подход, что вот мы, дескать, лучше там чего-то, ну, такой обычный рекламный ход, когда показывает там это, а мы новые улучшенные формулы. И давайте мы сейчас, вот, собственно, разберем, собственно, примере вот этого видео, что же за йокарные бабаи у них там, вот это вот за новшество, о которых они там говорят. И я подробно дальше, на примерах, покажу, новшество ли это, вот, и насколько это, блин, прикольно. Первое, это стартер, который находится спереди, впереди, в отличие как у Харли Дэйдса, он находится, соответственно, ну, в середине мотоцикла, короче, в корзину сцепления толкает. Компания Виктори таким образом, то есть, ну, хочу херстить, Виктори, ну, говорит о том, что это, типа, нововведение, это круче, то есть, передача идет прям сразу на вал, без вот этой вот всей хрени, то есть, ну, теоретически, наверное, в чем-то, да. Вот. Но стоит он там, как бы, так, чтобы под него не подлезть, и вот, может быть, меня кто-нибудь поправит в плане ремонтопригодности, если он выйдет из строящего карта, что-то, что-то достать, как бы не очень понятно, но это же, как бы, допустим. Та, так называемое нововведение, если вы можете посмотреть на гусятницу, это первичная передача, передача, собственно, с вала двигателя на коробку передач, да, через сцепление, на Харли Дэвидс, она идет через цепь, да, то есть, на И, пу, блядь, на Индин, хотя на Индин тоже, ну, да, Виктори, короче, идет через шестерню, вот, и человек говорит о том, что вот так давно делают на Кубасаке, а вот, блин, Харли Дэвидс, мустарел бабла, но эта фигня оказалась очень, очень значительное, отрицательное ощущение оно создает при езде, просто настолько, что я, честно говоря, просто про них прохренел, вот, то есть, ощущение, что ты едешь на коробке передач, вот, и сейчас я вам покажу, собственно, как я на им поездил, и вот это вот ощущение, вот вы сейчас увидите, я вам покажу, где и в каком месте оно бывает, смотрим дальше. Hello, everybody, Бэт на плохом канале, осень на плохом канале, такая еще не глубокая, и в Викторе на плохом канале. Сейчас я вам расскажу о впечатлениях от этого мотоцикла и что я о нем, собственно, думаю. Вот, я на нем проехался, сейчас еще проедусь, может быть, какие мысли придут. Итак, начинаю вам рассказывать. Начали. первое, что хотелось бы сказать про этот мотоцикл, это обзор. Обзора на этом мотоцикле ни хера нету вообще. То есть, тут видно, вот вы сидите, и видно, вот, только вот ту часть дороги. Если вы, не дай боже, съехали на чуть-чуть неровную, ни хера тут не видно вообще. Вот, в отличие от BMW, где вот здесь, на гусе, из-за этой дырки, значит, слышно колесо, здесь ничего, колесо, не слышно. Это первое. На удивление, зеркала, кстати, в общем, достаточно ничего. У них видно чего-то. Вот. Непривычно, правда, но, как бы, сказать ничего не могу. Нормально. Поворотники такие же, как на японских мотоциклах. Привычные, наверное, японоведам. Сцепление ядролыжское. Вот. Что еще? Он достаточно мощный. Вот, сам по себе. Вот. Достаточно много, кстати, еще рассказать, чем мог бы рассказывать. Очень красивый, внешне, такой, вот, космос, улетели, все, как бы, круто, такая, ну, современная херня, очень здорово все это дело выглядит. Вулкан, да. Что еще? Чем хвалит Викторе? Ой, ремень. Это сам. Чем хвалит Викторе? О том, что он ровный. Сейчас вам скажу по поводу того, насколько он ровный. Ну, вот, смотрите, если взять вот двигатель, да, вот этот Викторе, да, само по себе, то есть здесь ничего, кстати, торчит, он все равно тоже торчит. Вот, все вот это вот, безобразие. Вот, торчит, да, вот здесь, то есть не закрыто ничего. Здесь, то есть я не могу сказать, что вот это сильно отличается от Харли Дэйдсон, кроме, ну, вот этих вот космических фигней, которые вот это все покрывает. Профессионал, я думаю, правит, это самое, правит, потому что Паларис делает алюминиевые рамы, возможно, ну, просто я знаю, Индино, алюминиевые рамы, ничего, здесь не знаю, вот поправьте меня. Вот, это первое, что хотелось бы про этот мотоцикл сказать. Теперь про езду. Езда, езда, поезда, езда на этом мотоцикле крайне специфична. То есть я ездил, например, на Индии, это же произведение компании Паларис. Для тех, кто не знает, компания Паларис выпускает стиральные машины, скороварки, там, кастрюли, квадроциклы и мотоциклы. Вот, выпустила Виктори, потом его закрыла, купила, название Индиан и как бы этот мотоцикл с другим названием продается лучше. Вот, поэтому Виктори, собственно, закрыли. Вроде как, хотели реанимировать, но того, что я как бы нашел. Вот, но пока, вроде, никто не реанимировал. Любят его по некоторым причинам. Первое, конструктивные особенности. Компания Паларис очень хвалится тем, что, ну, вот это, по сути, такая же гусятница, как на Харлее. Ну, в общем-то, это такой, американский стиль, скорее, не Харлее, а американский стиль, просто который до настоящего момента поддерживается только компанией Харлея Дэвидсона, а раньше еще, ну, много всяких компаний было, в том числе Индиан, который в 1953 году закрылся, и вот это, собственно, вот, ну, американская такая модель, то есть, когда есть первичная передача, вот, и есть этот самый двигатель. А тут, насколько я вижу, совмещена картер, да, единый, ну, как на японских мотоциклах, тоже профессионально, пусть поправит, насколько я как бы понимаю, это так. Здесь компания Поварис очень сильно хвалится тем, что у нее, значит, у Харлея Дэвидсона здесь цепь, типа, доисторическая, с натяжителем, а у нас, типа, три шестерни. Вот, что теперь происходит при переключении передачи и торможении двигателем при вот этой вот херне? При Харлее вы просто тормозите двигатель, ничего не происходит, никаких щелчков, ничего вообще нет, просто мягко вы тормозите, и все. здесь щелчки этих шестерней достаточно мерзявые, то есть, здесь такой очень механический мотоцикл, на мой взгляд, сам по себе, ощущение от него, такое вот, именно механическое, в отличие от Харли Дэвидсона, на котором оно, ну, очень, ну, как сказать, мягко, он, в принципе, едет, Харли Дэвидсон, там по себе, любой вообще, а здесь он более, как механические часы, то есть, очень много механических деталей чувствуется, которые между собой, ну, вот, по ощущениям, да, то есть, как-то вот сопрягается, и ты вот этим всем управляешь, по тяге, ну, нормально он тянет, что-то, что-то, и мотор, что ему нормально тянуть-то, вот, разгоняется, ну, да, нормально сгоняется, все хватает, но, ощущение на нем, то есть, если на Харлее ты едешь, у тебя ощущение такого олдового мотоцикла, да, то есть, на любом Харлее, даже на очень новом, вот, ты едешь, у тебя такое мягкое ощущение, он мягко ускоряется, нет никаких рывков, нигде, это самое, ощущение, что это железный мотоцикл, то это ощущение, ну, может, качественно будет грубовато, больше похоже на квадроцикл, или на, вот, какую-то, ну, более пластиковую, что ли, технику, то есть, здесь нет ощущения, что это мотоцикл металлический, но, в общем-то, он не металлический, это и есть, а он же, ну, пластик, не он до хера, вот, то есть, есть такое ощущение, если у Индиана, вот, ну, более современного мотоцикла, то есть, компания Polaris, там ощущение вообще, на мой взгляд, бытовой техники, вот я проехал, как бы, самая отдельно будет, про него обзор, то здесь, конечно, ощущение, прям, такой бытовой техники нет, но, вот, ощущениями на мотоцикла, именно вот, ну, такого классического, на нем, я лично не вижу, то есть, вот, на мой взгляд, голда даже, ну, более мотоцикл, чем вот это, то есть, вот прям, вот так и могу сказать, что тут, ну, то есть, можно, наверное, расхваливать этот мотоцикл, только из-за того, что ты просто, ну, прочитал очень много каких-то форумов, или что-то там, посмотрел какие-то видео, где ты его сравниваешь, что он улучшенный Харлей, и тебе кажется, что это, ну, как бы, все это, что он улучшен, ну, в нем, это, типа, надо и лучше, я вот такого не могу сказать, что, может быть, оно настолько улучшено, что, вот, ну, появился вот этот, щелчки, вот такие вот, КПП, вот, при этом улучшении, вот, при, кстати, разгоне тоже, тормоза, кстати, вот не могу сказать, тормоза, как тормоза, как бы особо, вроде задние, чуть-чуть по, это самое, не очень, ну, не могу сказать, что прям сильно, посадка, кстати, вот мне очень понравилась, она очень прикольная, то есть, ощущение, что ты сидишь на здоровой херне, есть, прям нормально, но, вот эта морда, которую, то есть, вот, для примера, вот, родглайд заканчивается, где-то вот здесь, голда тоже, где-то здесь заканчивается, а эта, сантиметров на 20, где-то, примерно дальше, то есть, это так далеко, что просто, там, вообще, впереди, то есть, ощущение, больше, конечно, на, такое, вот, краж-бары задние, они достаточно большие, и если на электричке, то стоят, вот, от формы пассажира, здесь тоже они, соответственно, стоят, и ты в них ногами упираешься, когда толкаешь назад, здесь, такое ощущение, ну, если оно есть, то оно не такое сильно, как на электричке, на электричке, на мой взгляд, неудобно, здесь, как-то, гораздо удобнее, ну, а, самое, ты не упрешься, в плюс, в, это самое, горячую, эту, трубу, здесь, в принципе, это можно сделать, но у меня лично, все равно, не получилось, достаточно неплохо, это, как бы, на мой взгляд, спланировано, вот, собственно, наверное, и все, то есть, примерно, вот такое, о нем ощущение, оно достаточно, ну, я думаю, что такой мотоцикл, покупают те, кому нравятся, ну, какие-то космические, эти самые, технологии, куда хочется, куда-то в космос полететь, вместо дороги, наверное, ну, и сказать, что он некрасивый, я думаю, невозможный, то есть, это очень красивый, гармоничный мотоцикл, и он очень здорово сделан, то есть, это не классическая форма, абсолютно, кто-то сделал, прям, ну, все, как бы, офигенно, я ничего не могу сказать, вот, едет он, кстати, похоже на мне, как-то тоже космический, абсолютно, вот, то есть, на нем, вот, если подытожить, больше ощущения, работы не двигателя, отдельно, да, то есть, а именно, вот, как часового механизма, то есть, больше ощущения работы, ох, коробки передач, вот, это вы едете здесь не на двигателе, а на коробке передач, вот, по ощущению, вот, представьте себе, я думаю, что самое удачное сравнение, вот, мотоцикл и Виктор, поехал я дальше к владельцу, сейчас я в нем спрошу, что он по этому поводу думает сам, и почему он это, собственно, купил, вот, еще один момент, сразу не получается, что-то это озвучить, он очень легкий, то есть, снимать его с подножки, катить назад, в отличие от электрички, гораздо проще, то есть, он прям такой, совсем легенький, очень легко, ну, соответственно, у него все поворачивается, потому что, собственно, поворачивать особо нечего, мордово не поворачивайте, от родглайда, ну, тот как-то, по-другому управляется, наверное, нельзя сравнивать, вообще, разные мотоциклы, конечно, ну, это похоже на скутер, такой большой, ну, красивый, вот, и по ощущениям, наверное, ну, что-то вот такое, да, есть, вот, езда на какой-то коробке передач, то есть, это не японский мотоцикл, где, на мой взгляд, ты едешь на каком-то бензогенераторе, то есть, такой строительной техники, это все-таки нет, другая какая-то история, это не, вот, не Индиан, где совсем, как бы, там, какая-то беда, какая-то своя, вот, харизма у него есть, но она вот такая, вот, харизма коробки передач, я бы так вот ее назвал, то есть, из плюсов этого мотоцикла, я бы назвал, что это, ну, очень, очень красивая штука, очень красивая, то есть, внешне очень такая, своеобразная, она, вот, от всего очень сильно отличается, и на нем, вполне вероятно, очень удобно ехать куда-то, хер знает куда, вот, ну, а по херовой дороге, как только вы съезжаете на чуть-чуть херовую, на нем, на мой взгляд, ну, как бы, очень неудобно, вот, по вместимости, насколько я понимаю, вот, кофры здесь достаточно, можно открыть, нет, ну, вот, они достаточно большие, вот, задние, сейчас вот посмотрим, владельцы, насколько он большой, вот, так, на первый взгляд, они достаточно вместительные, вот, по всему остальному, еще один момент, по ветрозащите, верхние ветрозащиты, в принципе, не вызывает никаких вопросов, стекло чудовищного размера, поэтому никуда тут, конечно, не дует, в руки тоже, вроде как, не дует, а в ноги дует до хрена, вот, если вы посмотрите, да, то есть, вот стоит нога, вот, и здесь, ну, как бы, достаточно сильно дует, то есть, в отличие от электрички, где, ну, валенки, ну, вот, они больше, чем платформа, вот, поэтому, здесь, на мой взгляд, ветрозащита, хуже, ну, так, нехило, или вы просто на ноги, что-нибудь одеваете, там, резины, сапоги, там, какие-нибудь болотные, вот, кофер, да, он небольшой, а вот, боковые, это, для наркотиков, это прикольно, много наркотиков, может, а сбоку, сбоку, да, внешне-то, оно, конечно, выглядит побольше, да, понятно, еще момента два, первый момент, когда вы едете на одной скорости, например, вы включили вторую, и едете на ней, вы ее бросили, и пытаетесь заново ускорить, вот, эта могучая система, улучшенного Харли Дэвидсон, делает щелчок, при этом, вот, такой вот, то есть, если на, как бы, цепи, которая здесь, на Харли Дэвидсон, стоит, этого вообще нет, то есть, просто вы на одной скорости, сюда-сюда, как бы, ну, дергаете газом, и ничего не происходит, то здесь, такой явно щелчок, второй момент, это разгон, где-то, до трех тысяч оборотов, при разгоне до трех тысяч оборотов, дальше я, честно говоря, не крутил, вот, двигатель, ну, работает противно, не знаю, как еще по-другому объяснить, вот, а до этого, ну, так, более или менее, вот этот щелчок, он, на мой взгляд, мне лично был, ну, достаточно мерзяв, слушай, а, почему ты решил купить, Викторе? дизайном понравился, можно было даже не спрашивать, не, вдруг тебе понравились, какие-нибудь, у меня, ходовые качества, там, не, ну, я просто его покупал, я ни разу на нем даже не сидел, нормально или все так покупали? ну, да, вживую никогда его не ездил, а приехал, увидел, первый раз, когда приехал покупать, после первой поездки, я понял, что я не ошибся, полностью меня он всем устраивает, а второй номер, у тебя на нем ездил? только примерялось, пока пока еще не выезжали, потому что на втором номере, это как раз нормально, слушай, здесь вообще ни хрена не дует, дует снизу, сверху вообще ничего не дует, есть еще дополнительные, они на репучках, что,